Вопросы развития и финансирования сферы образования обсудили сотрудники органов региональной и муниципальной власти, представители общественности и активные приморцы на открытых обсуждениях проекта бюджета Приморья. Так, в регионе функционирует больше тысячи образовательных организаций. В отрасли трудится более 54 тысяч работников, из них свыше 20 тысяч педагоги. Только за последние два года мы увеличили финансирование отрасли с 30 миллиардов в 2022 году до 42 миллиардов в 2025. Создаем современные условия в школах, детских садах, благоустраиваем территории и школьная столовая, спортивный зал. И мы продолжим развивать это направление, выделять на это гранты. В целом на развитие дошкольного образования в 2025 из бюджета Приморья направят 42 миллиарда рублей. До 2028 года планируется строительство семи школ, как в городах, в том числе и в Уссурийске, так и в селах края, например, в Лазовском, Пожарском и Партизанском муниципальных округах. Активно внедряется практика появления профильных классов. За два года реализации школьной кластерной политики в большинстве школ появились трактора, культиваторы, цифровые лаборатории по биологии, гидропоники, экологии, метеостанции, пасеки. В 26 школах в 2024 году появятся умные теплицы на сумму 117 миллионов рублей. Ученики смогут проводить исследовательскую деятельность. Развитие среднего профессионального образования в Приморье сейчас сосредоточено на подготовке специалистов для экономики края с учетом современных потребностей. Для этих целей министерство модернизирует колледжи, закупает оборудование, ремонтирует общежития и учебные корпуса, а также повышает квалификацию преподавателей и качество подготовки абитуриентов и выпускников. У нас строится находка из-за минеральных удобрений. Строится продолжать развиваться Дальневосточный центр судостроения «Звезда». Закладывается еще одна крупная судоверия в масштабах Российской Федерации. Строится металлургический комбинат. Будет построен новый тест. Вперед там, конечно, те кадры, которые должны пройти профессиональное обучение, стать подготовленными для того, чтобы работать и при строительстве, и при эксплуатации этих объектов. В рамках проекта «Молодые профессионалы» в крае приобретено современное учебно-лабораторное и производственное оборудование. Сейчас в колледжах открыты 48 мастерских, которые находятся в Уссурийске, находке Большом Камне, Дальнегорске и Владивостоке. Мы действительно сейчас привлекаем талантливую молодежь из школ в наши колледжи. По некоторым специальностям и профессиям у нас уже существенные конкурсы. Даже 4,5 балла после 9 класса не гарантирует, что ты сможешь поступить на бюджетное место. С 2022 по 2024 годы объем регионального бюджета на систему среднего профессионального образования вырос в два раза и достиг почти 6 миллиардов рублей. Виктория Калинина, Телемикс.